Добрый вечер, в эфире ВЕСТЬ Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и сегодня в нашем выпуске. Работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений будут завершены досрочно. Столь важное событие станет еще одной страницей столетия Карачаева, Черкесии. Наша республика занимает первое место в СКФО по количеству тестирования на ковид. Ситуация в Карачаево-Черкесии пока остается стабильной. В поликлинике Малокарачаевской центральной районной больницы активными темпами идет капитальный ремонт. Это очень важный проект для района с большим количеством жителей. Чем занять школьников в период летних каникул? Какие спортивные секции для юных жителей Черкесии продолжают работать в жаркое время года? Работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений будут завершены досрочно. В связи с социальной значимостью берега укреплительных сооружений правительством РФ принято решение оказать поддержку нашей республике в обновлении укрепления гидросистем, что позволит обеспечить их нормальную работу во время сезонных поводков. Речь идет о капремонте дамбы на реке Малый Зеленчук в Адыгехабле, а также двух берега укрепительных сооружений на реке Эшкакон в селе Джагам. Досрочное завершение работ на столь важных объектах станет еще одной страницей празднования векового юбилея республики. Карачаево-Черкесия занимает первое место в СКФО по количеству тестирований на COVID-19 на 100 тысяч населения. В республике в рамках противоэпидемиологических мероприятий продолжается бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию лиц с симптомами респираторного заболевания, у которых врач заподозрил COVID-19. Ситуация в Карачаево-Черкесии пока остается стабильной. Последние два месяца число новых случаев инфицирования не превышает четырех человек в сутки. Однако представители Минздрава предупреждают о возможном росте заболеваний и советуют не забывать о базовых мерах предосрожности и необходимости проводить ревакцинацию от COVID-19 каждые полгода. Чтобы и пациентам, и медицинским работникам было комфортно, в здании поликлиники Малокарачаевской центральной районной больницы активными темпами идет капитальный ремонт медицинского учреждения. Оно не соответствовало современным требованиям, в нем устарели и требуют замены все системы. Они не рассчитаны на те мощности, которые необходимы для работы новой аппаратуры. Забота о здоровье жителей – самая важная задача для властей республики. Как сегодня воплощаются планы по созданию лучших условий для Малого Карачаева, расскажет Алла Качиева. Малокарачаевская центральная районная поликлиника была построена в 1987 году. С тех пор в медицинском учреждении ни разу не проводился капитальный ремонт. И вот в ноябре 2021 года решениями властей была начата реконструкция. Реконструкция поликлиники в Учкекене ведется в рамках реализации мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Карачаева-Черкесии. Это очень важный проект для крупного района с большим количеством жителей. Поликлиника Малокарачаевской ЦРБ обслуживает более 30 тысяч человек. Это то место, куда хотя бы раз в год обращается каждый. Я инвалид второй группы и часто я посещаю поликлинику, часто гости. Мы очень рады, что ведется ремонт поликлиники, а то сейчас приходится по разным кабинетам ходить. Мы благодарны главному врачу, что занимается этим. В рамках реконструкции здания поликлиники строится новая котельная. Будут полностью заменены коммуникации, проведены монтажные и отделочные работы, благоустройство прилегающей территории. Поликлиника будет адаптирована и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Реконструкция многопрофильного лечебно-профилактического учреждения будет, безусловно, способствовать повышению доступности и качеству медицинской помощи, уверен главный врач Малокарачаевской центральной районной больницы Ислан Джатоев. 360 по чтению смены будет. У нас будут работать, ну как и в первичном смысле, будут работать врачи-терапевты, узкие специалисты. Это кардиолог, невролог, офтальмолог. Акушерство и гинекология будет работать, стоматологическое отделение будет работать. Пациент, обратившись к нам, сможет пройти практически все виды исследований. Это включая и КТ, и рентген, и флюорографию, маммографию, анализы крови сдать, ЭКГ пройти. Если нужно будет, суточный монитор мониторирования пройти. То есть практически весь спектр услуг, которые в поликлинике есть, он может беспрепятственно пройти. Сейчас медицинские работники поликлиники ведут приёмы при районной больнице в Учкикене. Люди с пониманием относятся к стеснённым условиям. У нас в поликлинике районной ведётся капитальный ремонт. Тоже федеральная программа. Мы там думаем установить формулу «бережливая поликлиника». Она должна ввестись. Капитальный ремонт должен закончиться в конце этого года. Капитальный ремонт поликлиники – событие, которого с нетерпением ждут жители. И буквально через несколько месяцев обновлённое, комфортное, современное медицинское учреждение в селе Учкикен вновь откроет свои двери для взрослых и детей. Алла Качиева, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, село Учкикен, Малокарачаевский район. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза в отдельных районах сильный, с градом и шквалом до 23 метров в секунду. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 14. Температура ночью 10-15, в горах до плюс 9, а днём – 19-24, местами до плюс 17. В Черкесии кратковременные дождь и гроза, ветер северо-западный 5-10, порывы до 11-14. Температура ночью 12-14, днём – 21-23 градусов тепла. Окна в рассрочку, оконные комбинаты 8-938-333-92-00. Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса я в университете. Работаю с настоящими учёными. Заканчиваю школу нового типа в ИСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. И хочу стать студентом. Приём в школу нового типа в самом разгаре. За истёкший период 2022 года в республике выявлено 11 фактов дачи взятки сотруднику полиции и водителями транспортных средств. Госавтоинспекция МВД по Карачаево-Черкесии обращается к участникам дорожного движения с призывом соблюдать требования правил дорожного движения и исключить факты коррупционных проявлений по отношению к сотрудникам полиции. Уважаемые жители и гости Карачаево-Черкесской республики, напоминаем вам, что патрульные автомобили сотрудников ДПС оборудованы видеорегистраторами как внутри салона, так и снаружи. В целях фиксации всех происходящих действий, а также для предотвращения фактов склонения инспекторов к совершению коррупционного правонарушения, любая попытка правонарушителя уйти от ответственности, предлагая сотруднику ГИБДД взятку, фиксируется и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела по статье 291 УК РФ «Дача взятки». 25 июля – день сотрудника органов следствия России. Во взаимодействии с оперативными специальными и экспертно-криналистическими службами раскрываются преступления. Недавно по горячим следам было раскрыто зверское преступление, которое произошло 28 апреля в ауле Верхняя Тиберда. Что стало причиной убийства собственной матери? Почему сын и дочь так жестоко расправились с человеком, который подарил им жизнь? И какой срок грозит детям убийца? Об этом весьм рассказал руководитель Следственного управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесии генерал-майор юстиции Николай Щепкин. Данное уголовное дело по обвинению брата и сестры в июне текущего года направлено в суд. Они, конечно, во всем признались, не закоренелые преступники, подробно объяснили причины совершения преступления, обстоятельства его совершения. В связи с этим уголовное дело, оно, в принципе, расследовано было быстро и быстро направлено в суд. Они не находились ни в состоянии ни наркотического, ни алкогольного опьянения. Причиной убийства послужил конфликт, затянувшийся в семье. Дети уже достаточно взрослые, они совершеннолетние, брат с сестрой. Они вели праздный образ жизни, не работали, не помогали матери по хозяйству. Время свободное проводили в соцсетях, в интернете, в связи с чем подвергались критики с ее стороны постоянно. И вот очередной такой скандал вылился вот такое преступление. Эксклюзивное интервью руководителя Следственного управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесской республике Николая Щепкина. Смотрите в воскресенье в 8 утра в итоговой информационной программе «События недели». Чем занять школьников в период летних каникул? Этим вопросом часто задаются старшие пароль, наблюдая за далеко не полезным времяпровождением своих детей. Наш корреспондент Артур Мхце выяснял, какие спортивные секции для юных жителей Черкеска продолжают работать в жаркое время года. Каникулы каникулами, а занятия спортом никто не отменял. Родители этих ребят наверняка счастливы, что им не надо ломать голову над тем, чем занять своих детей. Это в прошлом веке у юных горожан был выбор. В несколько потоков работали пришкольные лагеря, кружки, секции. Еще не были закрыты кинотеатры, театры. Во дворах с детьми занимались вожатые. Сейчас обо всем этом даже мечтать не приходится. Хорошо, хоть в ряде городских спортивных секций, будто почувствовав беспокойство старших, сохранили тренировочный процесс. И можно не сомневаться, что наставники не дадут молодежи расслабиться. Я помимо того, что являюсь тренером, я еще спортивный психолог. И я помогаю детям настроиться на то, что лето – это такой период, когда надо подготовиться к следующему сезону и достичь цели именно в соревновательном сезоне. Поэтому дети не расслабляются, они знают, к чему идут и работают над собой. Кто-то из этих мальчишек и девчонок впервые пришел на занятия по кикбоксингу «Любопытство ради». Другим посоветовали друзья, родители третьих – сами заядлые спортсмены. По словам тренера, умение найти подход к каждому воспитаннику – важная составляющая конечного успеха. Крайне редко будущие чемпионы с первых дней демонстрируют отличную физическую готовность и несгибаемый характер. Многое приобретается во время постоянных тренировок. А летнее время как раз и может помочь лучше подготовиться к предстоящему сезону и соревнованиям различного уровня. Именно так, через труд и противостояние, собирается по крупицам успешный результат лучших учеников. Многое зависит и от того, какую роль в развитии спорта играют власти и функционеры. Без их постоянной поддержки юных талантов достижения могут оказаться куда ниже ожидаемых. Физическая культура и спорт являются одними из самых приоритетных направлений в нашем городе. Хочу отметить, что в городе Черкесске функционирует шесть спортивных школ, в которых открыто более 140 спортивных секций. То есть это как игровые виды спорта, так и единоборство. Подавляющее большинство открытых в летний период секций предоставляют свои услуги бесплатно. Во дворце спорта «Спартак» идет разминка перед тренировкой юных борцов вольного стиля. Хорошо, когда у наставника есть чему учиться. Сегодня пришел, завтра не пришел. Такого нет у нас. У нас строго все, прямо все как должно быть. Ребенок пришел, вот первый раз, первый год занимается. Чему больше посвящены занятия и видно ли по ребенку, что из него выйдет? Ну знаете, дети все, которые приходят, они как, ну вот, я не знаю, или может время такое, но они слабенькие. И поэтому первая такая вот задача, общая физическая подготовка, чтобы ребенок окреп. Потом, соответственно, переходим на элементы борьбы. Рустам Шевхужев и его коллега Марат Урусов в прошлом успешные борцы, что и сейчас нередко доказывают на ветеранских турнирах. Они многое переняли у своих наставников и теперь сами обучают ребят от 8 до 17 лет приемам и тактике ведения поединка. Поэтому и тянутся мальчишки на занятия даже летом. Они уверены, что здесь их научат добиваться высоких результатов. У меня друг ходил сюда, ну то есть первые пять дней он сюда ходил и он мне посоветовал сюда прийти. Вот, и я решил посмотреть, потому что я не слышала то, что в вольной борьбе, ой, в Спартаке есть вольная борьба. И вот я сюда пришел, мне понравился зал, мне понравился данный вид спорта и я занимаюсь здесь уже год. Сила и скорость, командный дух и работа на общий результат, а где-то даже красота и пластика движений. В каждой спортивной секции свои особенности, но их объединяет одно несомненно важное качество – тропотливая работа с детьми, стремление сделать из ребят успешных молодых людей. И база для покорения вершин как раз и закладывается во время ежедневных занятий. Артур Мхце, Олег Молхожев, Вести, Корча, Черкесия. Это все веси на сегодня, а прямо сейчас смотрите биографическую ленту о фунтбольном наводающем сборной СССР и московском «Торпедо» Эдуарде Стрельцове. Удачных выходных и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова